Субтитры подогнал «Симон» Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Добрый вечер. Кузница профессиональных спортсменов и тренеров. Александр Лукашенко сегодня посетил Белорусский государственный университет физкультуры. Студенты здесь совмещают обучение с тренировками, а потому особое внимание инфраструктуре вуза. Единственного в своем роде в Беларуси. Глава государства посетил новый бассейн и легкоатлетический манеж. Анастасия Иванникова о том, как и где куют будущее олимпийское золото. И проверки для этой лаборатории уже привычны. Дыхательная, мышечная система. Врачи и специалисты изучают все характеристики спортсменов и выносят свои вердикты. Все-таки готов ли организм к перегрузкам. Евгений Манько в числе тех, кто не понаслышке знает, что такое показать результат. Чемпион Беларуси по смешанным единоборствам уверен, такие исследования только в плюс и собственному здоровью, и, конечно, будущей карьере. Особенно это хорошо, когда ты на сборах, когда тренировки по две в день. Изучение генетической предрасположенности к избранному виду спорта, разработка методов физиотерапии и просто оценка спортивного состояния человека. Все это, уверен заведующий лабораторией, помогает еще и не потеряться при переходе юных звездочек во взрослый спорт. Мы можем на различных этапах тренировочного процесса сделать такой срез в функциональном состоянии спортсмена и тренеру преподнести эти результаты. А в зависимости от этого он посмотрит, утомлен спортсмен или нет. В чем причина его роста результатов или, наоборот, стагнации результатов. Кстати, созданы такие лаборатории на базе Белорусского университета физкультуры. Словом, все для спортсменов и для того, чтобы устанавливать новые рекорды. Ректор ВУЗа рассказывает президенту, достойна в университете не только инфраструктура, действительно стоящие учебные программы. Мы осуществляем интегрированную подготовку с училищами Олимпийского резерва, для чего обеспечили интеграцию учебных планов училища Олимпийского резерва и нашего ВУЗа. Шесть специальностей, больше четырех с половиной тысяч студентов, хороший преподавательский состав. Вот только нужно ли такое количество выпускников, интересуется президент. За три года три сотни человек. Куда их устраивать, если у нас три-четыре центра? Где тренер-бережку? Все заявки делаются с консультациями, с соответствующими федерациями. Ни один человек не попадает без того, чтобы вам не было нужной отрасли. Университет физкультуры не просто профильный ВУЗ, единственный в Беларуси, который готовит тренеров-преподавателей по избранному виду спорта. Совмещает здесь и процесс обучения специалистов, и тренировки известных спортсменов. Специально для этого создана и развитая инфраструктура. 14 спортивных залов, стадион и новые корпуса. Внимание президента, легкоатлетический манеж и бассейны. Все здесь для тренировки готово. Мы начали тренироваться с ноября месяца этого года. С утра до ночи здесь заполнено людьми, спортсменами. Кто-то платит, приходит, плавает и так далее. С утра до вечера. 70% у нас загрузка идет для проведения учебно-тренировочного процесса. Это студенты, это команда плавания, это команда синхронное плавание, это прыжки в воду, это современные фестиворья, это водное поло. Условия здесь люксовые, отмечают спортсмены. В новом корпусе тренируются не только студенты и будущие звезды спорта, но и уже именитые белорусы. Национальные команды по водному полу, плаванию, прыжкам в воду. Сертифицирован бассейн и для проведения международных соревнований по водным видам спорта. Вплоть до чемпионата мира. Есть здесь и 700 зрительских мест. Прежде всего результат здесь. Вот это для меня важно. Я болею на свой весь корпус. А это уже манеж легкоатлетический. О новом корпусе нашей съемочной группе главный тренер национальной команды по легкой атлетике Игорь Леонидович рассказывает охотно. Тем более в этом виде спорта есть на что рассчитывать и белорусам. Свои успехи показали на недавних спортивных стартах. Основной старт этого сезона был чемпионат Европы, который проходил в марте месяце, 5 по 8 марта в городе Праге. Наша команда выступила довольно-таки успешно. У нас в общем медальном зачете мы заняли 8 место. О высоких достижениях белорусских спортсменов сегодня Игорь Леонидович говорил и с президентом. Во время посещения Белорусского университета физкультуры глава государства пообщался и с тренерами, и со спортсменами. Александр Лукашенко отмечают, спорту нужен результат. Я вот посмотрел на заре своей молодости, юности, я приходил сюда. Я тогда подумал, что нам надо здесь центр создать, подготовка. Детишки приходят, студенты. Кто-то там может выстрелить и со студенческой скамьи, если он занимался спортом. Спортсмен может получить образование, если в Москве есть, конечно, и хочет получить. И база, чтобы можно было готовиться. Вот сегодня это все закончено практически. И даже больше. Я думал, ограничиваемся площадками этими для легкой атлетики, но и бассейн построим. Весь вопрос тренера. А ребят, которые хотят заниматься, сегодня достаточно. Плачутся многие, вот там деньги, еще чего-то. Забудьте. Будет результат, будете миллионерами. Не будет результата, никто никаких денег не даст. И если он показывает результат, появилась звездочка, медаль там и прочее, то дойдем до тренера, который тебя нашел. И поддержим. Кроме того, глава государства пообщался и с нашими спортсменами-толкателями ядрать. Вспомнил президент и то, как сам участвовал в соревнованиях по этому виду спорта. Я был пограничниками, у нас были соревнования окружные. Ну что, на меня так посмотрели, будешь толкать. Так я немножко тренировался и 13,5 месяца, или сколько я там потолкал его. Так что у меня их опыт есть. Что и говорит, такие условия, конечно, плюс для наших спортсменов. Ведь созданная сегодня инфраструктура уже завтра может дать спортивный результат. Анастасия Иванникова, Екатерина Желянина, Валерий Науменко, Илья Пучко и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ. После осмотра учебно-спортивного комплекса президент пообщался со студентами и преподавателями вуза. Александр Лукашенко предложил обсудить те темы, которые сегодня волнуют молодежь. Прозвучало почти два десятка вопросов. За встречи могли наблюдать в аудиториях учебного заведения. Для этого была организована специальная видеотрансляция. За общением следила Наталья Бреус. С проспекта сразу и не разглядишь, что за внешним большим фасадом университета физкультуры спряталось вот такое большое спортивное ядро. Бассейн, легкоатлетический манеж и учебно-спортивный комплекс. Все для того, чтобы готовить спортсменов и тренеров. Пообщаться решили в небольшом зале легкоатлетического манежа. Он вмещает в себя около сотни человек. Это студенты и преподаватели вуза. Еще 200 могли следить за разговором в других аудиториях. Для этого организовали видеотрансляцию. Это была моя мечта. Наверное, лет 13-15 тому назад, когда я приехал первый раз, может и не первый раз, в наше учебное заведение. Посмотрел, как я сегодня говорил, на это обшарпанное здание. Ну и, по-моему, только поле было здесь. И тогда я подумал о том, что нам надо создать научно-образовательный и спортивный такой мощный центр. На базе нашего учебного заведения, вашего учебного заведения. А сегодня, вот я так посмотрел даже сверху, все, как было задумано, получилось. Теперь слово за вами. Нам нужны талантливые спортсмены. Нам нужны талантливые тренеры. И главное, нацеленные на результат. Разговор на спортивной теме президент всегда принимает близко к сердцу. Спортом и сам активно занимается, и другим советует. Говорит, что в день нужно минимум два часа физической нагрузки. В этом секрет работоспособности и выносливости. Минск попал в эпицентр мировой политики. Приняв лидеров нормандской четверки. На рекордную по продолжительности и интенсивности встречу. Вы, как и наши гости, бодрствовали всю ночь. Однако на утро, выездя к камерам, выглядели, как всегда, подтянутым и бодрым. Что позволяет вам держать себя в хорошей физической форме. Я радовался от души, когда подписывался этот документ. Минск-2 его называют сейчас. И в результате удалось там, благодаря этим переговорам, прекратить ту бойню, которая там происходила. Эту мясорубку, когда сотнями, а может и тысячами, гибли люди. Никто до сих пор посчитать не может. Это очень здорово. Ну а то, что я там нормально выглядел, выглядеть можно нормально, если ты первая не куришь и не злоупотребляешь. И будешь всегда нормально выглядеть и заниматься спортом. Когда я говорю 2 часа в день, я в том числе говорю о себе. Не было бы спорта, не смог бы просто работать и выдерживать такие нагрузки. В большой спорт длинный путь. И чтобы добиться успеха, нужно упорно тренироваться. Иногда с самого детства президент говорит о необходимости завершить в этом году формирование системы подготовки в детско-юношеских школах. Там должны растить будущих чемпионов. В свое время, много уже лет назад, я поручил и требовал создать системы. Если это хоккей, футбол, гандбол и прочее, должна быть система. Должны быть клубы, под ними детские и юношеские спортивные школы, центры и так далее и тому подобное. Все это сделать. Назначить туда нужное количество специалистов, тренеров, заплатить им нормально и потребовать от них работы. Ну и что? Великих спортсменов там выдали на гора. Даже если по одному из школы каждый год. Одна звездочка. Нам некуда было бы девать спортсменов. Этого нет. Потому что эти детско-юношеские школы не работают. Многое зависит в спорте от толкового наставника. Сегодняшние студенты завтра будут уже заниматься подготовкой спортсменов и физическим воспитанием детей. Но часто получается, отучились, а на тренерскую и преподавательскую работу идти не хотят. А в Беларуси будут предприняты шаги по закреплению молодых специалистов на первых рабочих местах. Если вы пришли на бюджетный факультет, скажем так, на бюджетные места, а их немало, где-то больше половины, где-то половина, то государство с вами заключит контракт. Где будет его обязанности, государство и ваше. Если вы заняли это место и видите себя тренером, идите работайте тренером. Но и достойную зарплату надо платить тем, с кем государство хочет сотрудничать в части преподавания или тренерской работы. Вот поэтому я попросил, чтобы правительство сформировало эти места, детско-юношеские школы, центры, Олимпийского резерва и прочее, сколько их нам надо, сколько там должно специалистов быть. И мы установим там окончательно, как в средней школе, больше-меньше, критерии понятны, нормальную заработную плату. Государство же не собес. Государство должно вам дать базовую заработную плату, а тот, кто хочет больше, тот должен пошевелиться и шевелиться. Человек, ищущий, желающий заработать, вложить свой труд, он может в Беларуси заработать. Это главная моя задача. Создать условия. В этом году мы попали в такую полосу экономического кризиса. Россию задушили. Наш основной рынок. Украина воюет. Второй наш рынок, куда мы продажи осуществляли другие. Казахстан упал, постсоветское все пространство. На другие рынки не так просто пробиться со своим товаром, со своей техникой. Очень сложно. Поэтому мы попали в это сложное положение. Мы прямо людям говорили, что потерпите. Сейчас вроде как-то вот экономика начала шевелиться. Будут деньги. Вы видите, мы не создали воровское государство. Мы не раскладываем эти деньги по карманам и никому не позволяем, насколько это возможно, это делать. Будут деньги, мы отдадим это на развитие спорта и так далее, и так далее. Поддержку в первую очередь получат те, кто показывает результат. Это победы на мировых первенствах и олимпийские медали. Их, например, принесли Беларуси биатлонисты и фейстайлисты. Поэтому никого не удивляет, что в Минске открылся специальный центр по подготовке летающих лыжников. То же самое и с биатлоном. После реконструкции Раубичи стали современной спортивной площадкой и ее опробовали на чемпионате мира юниоры. Легкоатлеты. Худо, бедно какие-то результаты показывают. Вот в этом я спрашиваю, есть у вас вопросы, нет вопросов. Есть где готовиться. А просто впрок строить, наверное, это не тот путь. Поэтому давайте, спортсмены, результат, будем помогать. Вот девчата меня по художественной гимнастике сегодня встречали. Мы начинаем в этом году им строить, как бы ни было тяжело, обещанный центр подготовки. Где будут все условия, так же вот как для легкой атлетики, для занятия художественной гимнастикой. Они это заслужили. Они в сложнейшей конкурентной борьбе завоевывают медали. База есть. Поэтому неудивительно, что Беларусь все чаще становится площадкой для мировых первенств. Чемпионат мира по хоккею – только яркое начало череды больших спортивных состязаний в нашей стране. Через неделю Минск примет чемпионат мира по футзалу, а в конце апреля стартует первенство Европы по художественной гимнастике. Доступ к инфраструктуре и построенным комплексам должен быть не только у спортивных профессионалов. Новые спортивные объекты должны стать домом для национальных команд по видам спорта. И вообще то, что создано, то, что построено, все должно быть занято с утра до вечера. Здесь дверь не должна закрываться для людей вообще. Я уже не говорю о спортсменах. Спортсменам – приоритет. А дальше здесь должны приходить не в больницу люди, не в аптеку лекарства покупать, а к вам. Условия для занятий физической культуры созданы для всех слоев населения. Я вообще-то требую, чтобы в каждой школе, а это в основном городок в деревне, и школы в микрорайонах и районах в городе были заполнены с утра до вечера. Чтобы там не только школьники, общеобразовательные школы, если у каждой же есть свой спортивный стадион, чтобы не только школьники, но чтобы школьники велись с собой за руку родителей и там занимались. Поэтому я думаю, что для нашего народа, для всех, кто хочет заниматься физической культурой, кто хочет заниматься спортом, создано нормальные условия. Темы в разговоре с белорусским президентом были самые разные. Александр Лукашенко считает, что нужно развивать студенческий спорт и внедрять новые технологии в процесс обучения. Что спортивная площадка должна быть в каждом агрогородке. Говорили о том, что значит великая победа для страны. Это память, которую сегодня нужно защищать. Разговор получился откровенный. Студенты задали почти два десятка вопросов Александру Лукашенко. Понравилась та искренность, с которой Александр Григорьевич отвечал на все заданные ему вопросы. И говорил именно действительно реальную обстановку в нашей отрасли, как обстоит дело с тренерским составом, да, и с материальным где-то. Вот и поэтому такие беседы, они полезны. И потому что мы обмениваемся только правдивой информацией. Очень много мест вакантных, то есть тренерских открываются. Люди, которые учатся у нас в университете, они стремятся остаться здесь, стремятся поступить на вторую ступень образования, на аспирантуру. То есть, конечно, да, может быть зарплаты где-то можно было бы и повыше. Но, как и сказал президент, если где-то искать себе дополнительную занятость, то можно зацепиться, можно жить. Детский спорт должен развиваться именно с раннего возраста, так как с этого возраста человек приобретает желание, возможность их именно сгориться тем видом спорта, которым начинает заниматься. Тем самым он пытается и достичь своих результатов личных, и также прославить свою страну. Меня интересовал вопрос ранней спортивной специализации. Безусловно, президент разделяет точку зрения научного мира, так сказать, что необходимо и физическая подготовка непосредственная, и психоэмоциональная. Поэтому наша система работает именно на этих основах. Человек, который отдает себя работе, который показывает результат, именно он достоин высокой оплаты труда, достоин социальных гарантий, что, в принципе, мы и видим в спорте высших достижений, где тренеры, спортсмены выкладываются более чем на 100% и получают соответственное вознаграждение. Были и личные вопросы к президенту, больше философские, чем спортивные. И что для вас значит счастье? Когда на злобу дня вы побеждаете, на каких-то крупных соревнованиях, и там говорят, вот Беларусь, ну, Маудомрычу, вот уже Вику Азаренко привезти, или еще кого-то, это для меня счастье. И вы даже не представляете, как я за вас переживаю. На прощание главе государства в подарок вручили кубок, символ побед. Новых побед ждут от спортсменов и на Олимпиаде в Бразилии. До нее осталось чуть больше года, ведь лучшая реклама для страны, чем спортивные успехи, и не придумаешь. Наталья Бреус, Илья Пучко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Актуальный взгляд на перспективу серьезных проектов. Беларусь и Ирак, давние надежные партнеры и конструктивное сотрудничество является одним из важных направлений внешней политики Беларуси. И сегодня, когда в Ираке борются с терроризмом, продукция наших предприятий может быть использована для восстановления и развития экономики этой страны. Многие белорусские бренды давно известны потребителям своей надежностью и разумной ценой. Детали сотрудничества сегодня обсудили премьер-министр Андрей Кобяков и министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джафари. В Германо-Российский музей привез в Минск уникальные исторические снимки. На фотографиях запечатлены моменты подписания капитуляции в Ремсе и в Карлскорсте. Атмосфера радости и ликования по окончанию войны в Москве, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке. Также представлен текст акта о капитуляции Германии на русском и немецком языках. А также воспоминания об этом событии маршала Советского Союза Георгия Жукова и многих других. Дополнена выставка «Капитуляция Германии» май 1945 материалами Музея истории Великой Отечественной войны. На снимках коллекция фотодокументов, штурм Берлина, воины, расписывающиеся на Рейхстаге, а также современные фотоснимки, в том числе празднование Дня Победы в Минске. Безусловно, это было освобождение, но дата у нас это 8 мая, дата 8 мая это странный праздник, скажем так. Все немцы знают, что это важный момент, но названия у нас нету или спорное название. Выставка у нас будет демонстрироваться в течение мая месяца. С музеем Берлинка от Сост у нас давние добрые отношения и давнее сотрудничество. Наши выставки там также неоднократно демонстрировались. В частности, Беларусь партизанская, освобождение Беларуси. И эта совместная работа будет продолжена. На открытии выставки пришли ветераны, военнослужащие, молодежь и просто неравнодушные люди. Специально для них гости из Германии привезли черно-белое кино без единого слова. Хроника о том, как 70 лет назад советский народ торжествовал победу над фашизмом. Уже после, стоя, все присутствующие исполнили песню «День Победы». Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. В этот день 45-го года Советский Союз заявил о ликвидации режима немецко-фашистских оккупантов в Австрии. После прекращения сопротивления в Кёнигсберге днем 10 апреля в плен сдались около 50 тысяч солдат-офицеров немецкой армии. Тем временем войска 2-го Украинского фронта освободили в Чехословакии город Тренчин. Продолжаются уличные бои в Вене, где передовые отряды 3-го Украинского очистили от противника все городские районы на западном берегу Дунайского канала. А в освобожденной Беларуси идет активное наделение землей крестьян. Так, на 10 апреля сельским жителям передано более 36 тысяч гектаров. Тогда же в Минске снова открывается издание «Литература и мастатство». А мы продолжаем вспоминать военное время, слушая рассказы очевидцев и ветеранов Великой Отечественной. Два дня назад Александру Феню исполнилось 90. Командир батальона, танкист АС, в годы войны уничтожил 12 фашистских танков. Был четырежды ранен, дважды горел в боевой машине. Вечером решили пошутить немножко. Но в чем шутка заключалась? В палатке нас 4 человека. Сговорились, встроем, давай, вот, Винарскому шутку устроим. Ну, легли все. Ну, кто уснул быстро, а кто нет, Винарский уснул. Мы ему налили в сапог воды, в оба сапога. Налили воды, немножко посидели, посидели. А потом один из нас кто-то крикнул, тревога. Ну, он как схватился и в сапоги, ба-бах ноги. Она ему сюда, вода. Обливались, ну, посмеялись, посмеялись. Но никто ни на кого не злился. Ну, вот это была такая шутка. Субтитры создавал DimaTorzok